Южный Мол в минувшую субботу стал одной большой детской площадкой. Для сотен детей разбили десяток зон активности, где проходили различные анимационные программы и соревнования. Организаторы «Жилета-2016», аниматоры дворовых досуговых площадок в лице студентов и работников самых разных городских отраслей свои места заняли на сцене. Благодарственные письма главы города Сочи получили более 150 человек, а самый активный еще и ценный приз – телевизор. 100% школьников были задействованы в летней программе. Только более 10 тысяч отдохнули в пришкольных лагерях, более 2 тысяч сходили в многодневные походы, 2,5 тысячи отдохнули в палаточных лагерях. Каждый день 800 человек на наших площадках образования вечерних принимали мы. И программа была интересная, она была межведомственная, и профилактическая, и творческая, и, конечно же, спортивная. Безопасность дорожного движения, правила поведения в общественном транспорте, о безопасном образе жизни, профилактика вредных зависимостей в молодежной среде – все эти темы поднимались специалистами города на всех 145 площадках нашего двора. Помимо всего прочего, юные горожане отдохнули за пределами Сочи. На эти цели было выделено тысяча бесплатных путевок. Большое внимание мы уделили трудоустройству детей, особенно тех, которые тоже находятся в трудной жизненной ситуации. И если в прошлые годы процент детей, находящихся в особом положении, занимал где-то 10-12-20% трудоустройства, то на сегодняшний день более 50% – это именно такие дети. И я надеюсь, это отразится вообще на всей ситуации в нашем городе, особенно на снижении преступности. Всю работу летней программы школьников контролировали сочинские единороссы, которые, ко всему прочему, и организовывали досуговые площадки, и обеспечивали их инвентарем. А еще этим летом для сочинских ребят открылся новый скейт-парк, который построили вместо демонтированного фан-бокса у стерео. Вся эта работа с детьми направлена не только на обеспечение занятости несовершеннолетних в летний период. Она содержит и важные воспитательные моменты, отмечают власти города, направленные на формирование чувства ответственности, уважения к собственному здоровью и к родному городу. В целом же за летний период отдохнуло и оздоровилось более 50 тысяч детей школьного возраста. Очень круто, очень весело, очень все яркое. Очень было весело, очень-очень классное лето, очень. Ждем теперь 2017 год, лето. Были много аниматоров, они нам помогали, развлекали нас. Были разные очень интересные конкурсы. Лето, пока! Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Треба Валентина, Треба Волгар – Дом Г XL «ФКТ». Треба Волгария, Пича, Треба Св120 «ФК» – Треба Волгария, Анг rural sleep хородири по электрону.